вот я и дома девчонки и мальчишки а также их родители веселую историю увидеть не хотите ли веселую историю журнал покажет наш веселую историю журнале в журнале и ралаш сейчас короче девчонки а мальчишки будут делать обзор сегодня я сделал столько много покупок сейчас я нарежу мяско мне надо дать марточки дочки вы же знаете у меня дочка маленькая хотелось не поехать в этот витклинику вот не поехала потому что уже время много все не видите я время обед пришла домой завтра сегодня позвоню запишусь на завтра завтра с дочери поедем витклинику проверяться что-то на мне хандрит 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 немножечко хандрит я говорю не надо мою девочку короче проверить мяско я вчера не стал нарезать короче кусочек достал сейчас я его расставила с утра и я за дочери дам она мне очень знаете так избаловалась кроме говядины вчера курицу дала да курицу не ест девчонки вот только говядину сухой корм не ест вот говядину да есть такая борзая я не могу вообще с ней вот так вот вы думаете чё тут не хухры мухры тут ребенок такой у меня блин это буду это не буду сейчас сделаю короче обзорчик посмотрите посмотрите что если не накупила у нас предстоит еще здесь красить пол мы хотим это уж я сама изъявила такое желание поговорила я с хозяйкой с ее согласием будем красить пол у нас просто здесь видели 0 лежит в прихожей на кухне а в зале деревянные полы пол не полы пол правильно говорить вот деревянный пол и он весь ободранный там лежал очень такой ковер он очень грязный я заявляла желание по весне его свозить на автомойку и чтобы мне его выстирали хозяйка сказала хорошо ну как бы за ее счет да а пополам за ковер короче там берут две с половиной тысячи она мне надо он еще старый моего просто скрутили мне легче лучше взять я просто каждый день чуть но не каждый день через день мой пол да мне легче взять просто швабра помыть пол вот я хлопкой протираю все это дело да ну вот мы скрутили выкинули его на балкон потом я думала думала я не хочу его стелить сюда этот ковер но зимой конечно будет прохлада наверно у нас есть дома сложный короче старый старый палас в комнате сына моего за диваном мы его нигде не стелим но мы его не выкидываем это еще от бабушки у меня остался палас они при жизни покупали я не скажу что советских времен но у меня уже бабушки дедушка 15 лет нету а вот и как бы знаете как паласа мы продавали дом и паласа был хорошем состоянии бабушка при жизни где-то за пять лет до смерти его купила а у нее сюда был паласа и эти дорожки коровы лежали на полу и корище он такой с этим с каким-то желтыми там этими с листьями уж не помню с чем и вот я его не стала выкидывать а чё вам мало него так пригодится да тут съемная квартира там конечно дома мы не стелим потому что ну из моды вышел и все такое да а выкидывать меня сын говорит мам выкини 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 что-то из моей спальни сделала какой-то этот кладовку но мы его сложили короче скрутили и за диван убрали к стене там у моего ребенка и вот думаю а мало ли так пригодится у нас еще надо дача же есть но на даче там надо тоже там столько вот так делов там чтобы что-то постелить там еще надо ремонта так выше крыши сделать и вот а сейчас я думаю ну зачем мне этот ковер ставлю я сейчас выкрушу пол вот купила краску да выкрушу пол здесь вот ну как бы я потратил деньги хотя хозяйка минут как бы кого кварплате и за ее счет а работа наша в зале выкрушу пол все да девочки и всем не учат пока тепло ничего не надо будет прохладно приведем свой палас постелили если на потом придется конечно пылесос покупать естественно да у нас юную квартиру сюда постелим купим какой-нибудь за три-четыре тысячи пылесос если пол холодный будет зимой и все мне этого палата не жалко потом мы еще тут очень долго собираемся жить мы никуда съезжать не собираемся да и у нас такая хозяйка очень хорошая она очень просит чтобы мы как бы подольше пожили и чтобы мы ее не тут не бросали короче мы друг друга все устраиваем очень хорошо мы устраиваем ее она нас устраивает вот и у нас конечно и по цене дешевые квартиры по сравнению с другими тут квартирами я уже говорила об этом и в центре в центр и условия все хорошо у нас здесь и мы уже как бы привыкли к этому месту и потом как бы мы не собираемся никуда бежать куда-то знаете мы так живем и живем сколько лет проживем неизвестно но пока работаем как бы да пока работаем домой возвращаться на пмж не собираемся на части марпасад ближе пенсии а так как карта ляжет так если живу будем здорово да значит попозже вернемся если заболеем конечно пораньше вернемся девочки поэтому я что хочу сказать мы пока вот тут живем и живем как бы да я вот хочу покрасить пол вот в этом в этот раз вот сама вот там заявил желание она категорит хорошо как только красиво без проблем купила я сейчас сюда пола я сейчас сделаю обзор да все вам покажу ходила в спар что я сегодня купила на какую сумму покажу вам чек потом я ходила в пятерочку была приятно удивлена я вам тоже покажу это все обзоре расскажу вот притаранила кой-как это все пошла домой настроение супер конечно у меня мне нравится очень стрижка моя очень просто безумно мне безумно нравится моя стрижка девчонки просто безумно давно надо ну знаете как не то что давно просто мне надоело уже все мне надоели все эти как бы стрижки мои да нет надо менять я вообще я человек такой знаете креактивный я человек очень реактивный я и по жизни здесь реактивный и притески у меня слишком и активные я у меня волос очень быстро растет вы там видели у меня вставленные фотографии на стриме длинные волосы у меня были они и короткие у меня за два года вот такие волосы вырастают и длинные потом я опять стригусь и чё только не делаю с головой короче говоря вот ну люблю я меняться люблю девчонки меняться вот я не боюсь никаких изменений да вот мне вздумалось я сегодня в интернете набрала коротко стрижка самые короткие стрижки взялась короче сфоткала показала володе вот как я показала так у меня и постриг вот я фотографирую рисунок какой мне надо да на голове сделать да какую стрижку я прихожу он мне так и стригет все без проблем какой рисунок надо он мне такое нарисует на голове нужно мне отрасить волосы я отращу нужно мне завить волосы я завьюсь какой хочу белый я цвет кражусь я вот когда год четыре там назад была белого цвета у меня такая же стрижка была и полностью белого это белого цвета у меня в одноклассниках там фотографии есть выкрасила голову я не боюсь меняться вот есть такие люди которые чего-то боятся стесняются туда-сюда что люди скажут я всегда говорю мне всегда похудел что люди скажут потому что это моя жизнь что бы ни сказали при меня да плохое там пускай говорят хорошее все равно не дождешься ни от кого особенно в наше время понимаете вот мне главное нравится мне охуенно просто нравится у меня прям настроение заебись а то что там скажут что им не нравится вот честно скажу что соседи скажут что там мои знакомые скажут мне вообще до пизды до пизды дверца я всегда говорю как до пизды дверца честно вот такой я человек по жизни и все я такая вот с молодости и себе я никогда не изменяю своим принципам вот как то так девчонки нравится и все подкрашу еще висковые вот эти вот места он говорит ну что ты опять темный цвет покрасилась надо тебе давай светлее сделаем не надо мне ничего хожу я говорю пока темная надо будет решим решим и говорю Володя если надо будет какой цвет может в зеленый я захочу на новый год покрасить смеется вот ну ладно этот ролик сейчас я выложу а затем я короче запишу сейчас обзор может быть сегодня может быть завтра может сегодня стримчик откроем поболтаем еще посидим интернет мне не нравится когда я стрим открываю еле тянет домой приеду сейчас у меня сын сделал там уже ну ремонт частично он сделал короче в квартире он будет переезжать в квартиру скоро а сейчас он уезжает домой ой на работу в москву сегодня завтра сейчас мы приезжаем я в домике буду там королева у меня там вай фай все дела потом мы после отпуска переезжаем когда сюда через две недели я вай фай перевезу сюда пока я не стала оттуда убирать потому что у нас две недели отпуск у Коли вот потом мы сюда опять назад возвращаемся переносим сюда вай фай девчонки и будем стримить и танцевать ха-ха-ха смеюсь конечно я нет ну на самом деле я перенесу сюда вай фай и будет нормально уже буду открывать стримы и будем разводить базар вокзал будем сплетничать а потом осем и все такое ну короче жизнь наладится особенно если я золото найду я вообще буду на десятом небе честно скажу обнимульки всех надеюсь Продолжение следует...